Так, любящий Россию, занимающийся сейчас под руководством Змеевской и Виктора Петренко, Джонни Вейер, который готовился к чемпионату в Гетеборге в Москве, Джонни Вейер, который не слишком хорошо откатал произвольную программу, Джонни Вейер, который сейчас лидер по сумме двух дней, Джонни Вейер сейчас будет раздавать до конца соревнований, интервью и ждать, ждать и ждать. Потому что сейчас Брайан Жубер, а за ним Джеффри Баттл. Действующий чемпион мира на льду. Новый костюм у Брайана Жубера. Непривычно долго он раскатывается перед выходом. Начинает. Апокалиптика в исполнении «Металлики». Один четвертой, идеально, чисто. Только тройной сальхов. Три с половиной. Шикарный, чистый прыжок. Аксель. Три с половиной оборота. Тройной аксель. Аксель. Три с половиной. КОНЕЦ КОНЕЦ Судя по заходу, четверной? Нет. 3-3, флип-тулуб. Да, флип-тулуб. Включательный каскад. Чистейший. Но на таком ходу шикарный. Блеск. Да, такой, знаете, школьный показательный вариант прыжков. Еще тройный лут. Тройный рейдбегер. Чисто. Флип тройной. Чисто. Да, дороже Жубера. Ох ты. КОНЕЦ По крайней мере, Жубер ранил Джеффри Баттла, который сейчас возле бортика. Это совершенно точно. Но вот смертельным ли будет это ранение, будет ясно минут через 10. Ну, вообще... Я думаю, да, Андрей, вы знаете, это... Клоднокровие. Клоднокровие, размеренность. И вы знаете, он считал как компьютер. Вот я сейчас вам могу сказать, что он заявил. Он заявил четверной тулуп, двойной тулуп, каскад. Потом заявил четверной Сальхов, вместо которого... Да? Потом заявил тройной Аксель. Затем заявил четверной тулуп, тройной лут, тройной тулуп, тройной рейдбергер, тройной флип. И каскад тройной Сальхов, двойной тулуп, двойной рейдбергер. И вы знаете, а что он прыгал из этого? Как он все начал считать? Он прыгнул 4-2. Затем он понял, что Сальхов это риск. Прыгнул тройной Сальхов. Затем шикарный тройной Аксель. Дальше он делает дорожку по кругу. Дальше он делает комбинированное вращение со сменой ноги. И дальше у него четверной тулуп. И что он делает? Он заходит и прыгает в флип тулуп. Хотя вот, честно говоря, хотелось бы посмотреть в повторах ребра. Вот. Вот в повторе нам идет тулуп. Четверной тулуп. Чистый выезд. Так вот, он прыгает. Сейчас мы видим Аксель. Блестящий Аксель в его исполнении. Так вот, и он вместо четверного прыгает в флип тулуп. Дальше у него заявлен. Лутс тулуп. Он прыгает только тройной лутс. Дальше прыгает рейдбергер. И дальше у него идет тройной лутс. Понимаете, как он не имеет права повторять прыжок. И если бы он прыгнул вот там лутс, да, то ему бы его не засчитали. Потому что это был бы второй одинарный лутс без каскада. И он, понимая это, прочитав все в своей голове, прыгает флип. Одинарный флип, даже до этого прыгал флип в каскаде. То есть феноменально. И только последний каскад, он вдруг делает двойной Аксель вместо Сальхова и делает одинарный тулуп. Феноменально, конечно, Брайан Жобера. Аплодисменты в твой адрес. Это было прелестяще. Представляете, Андрей, насколько талантливый и технический спортсмен, что в такой нагрузке, в такой обстановке он считает. Он считает. Я вот не представляю себе, конечно. Уникально, конечно. Уникально. Вот такое холнокровие, холнокровие киллера. Вы знаете, после чемпионата Европы он сделал выводы. Он пригласил Курта Браунинга, своего постановщика и хореографа, во Францию, к себе в родной город Петье, где он тренируется. Курт Браунинг приехал. Они поменяли шаги, усложнили. Сделать так, как комфортно. 74-11 он получает за технику. А ведь по технике он проиграл. Проиграл и Воронову, и Вендерперину. Но компонента 79-36. И знаете, что все ликуют? Потому что он по сумме, он еще этого не видит, но по сумме двух программ он обогнал Джон Ивейра. Первый, по-моему, Джон Ивейра, да. Да. 231 балл и 22 сотых. По-моему, 22 сотых, да. Да. Вот зал того, что увидел, да. Взрывается аплодисментами. Жубер первый по сумме двух программ. Но компоненты, конечно, мы поставили сумасшедшие. 80 баллов почти.